Продление не без скандала. На этой неделе в парламенте не обошлось без красноречивых выступлений даже живого, считаясь, депутатов, которые выстроились вокруг премьер-министра Натальи Гаврилицы, чтобы помешать оппозиции заблокировать трибуну с плакатами. Против продления ЧП еще на 60 дней голосовал один единственный депутат. А БКС и фракция ШОР покинули пленум. Ну а откуда на заседании появились наручники? Смотрите прямо сейчас. Продление действия режима ЧП в парламенте не обошлось без красноречивых выступлений. Из красноречивых споров и даже живого, считаясь, депутатов, которые выстроились вокруг премьера Натальи Гаврилицы, чтобы помешать оппозиции заблокировать трибуну с плакатами. Время, в парламенте, в парламенте, чтобы пояснить. необходимость продления действия режима ЧП еще на 60 дней. Проходящая по уголовному делу депутат от партии ШОР Марина Таубер передала премьер-министру пару наручников, хотя фракция ШОР ранее объявила, чтобы котировать сегодняшнее заседание. Дома депутата, ворог лап прокуратуры в адресах скочист реквизит. Выступление премьера продолжилось. Наталья Гаврилица отметила, что даже в нынешних условиях все еще существуют риски для энергетической системы страны. Мы уже менее уязвимы к отключениям, но все еще у нас повышенная степень энергетической зависимости. И здесь я хочу прежде всего отметить краткосрочный контракт на закупку электроэнергии, который заключается каждый месяц в Кучерганской электростанции. Это не было легким решением, но когда мы его приняли, мы прежде всего думали об энергетической безопасности граждан. Однако не все народные избранники разделяют мнение, что обеспечение энергетической безопасности невозможно без продления режима ЧП. Нам говорят, что есть еще вопросы, где нужен режим ЧАЭС. Энергетический кризис и безопасность страны. Вы серьезно. Граждане Республики Молдовы должны понимать и осознавать. Для этих двух вопросов достаточно стандартных процедур. Транспарентность, слушание, дебаты, парламент, решение, отчетность и прозрачность государственных закупок. Блок коммунистов и социалистов в знак протеста покинул пленум. А вот представители правящего большинства подчеркивают, что режим ЧП позволяет правительству принимать определенные решения. Нужно понять контекст этих решений. У нас война на границе. К сожалению, конца этой войны не видно. Ну а московские кураторы закручивают гайки и запускают здесь всех своих агентов и пытаются показать дестабилизацию. Нам нужно быстро реагировать. И мы пришли к выводу, что нужно внести поправки в Конституцию, чтобы правительство в экстренном порядке могло быстро принимать решения в условиях кризиса. В итоге проект закона о продлении чрезвычайного положения поддержали 60 депутатов. Ну а независимый депутат Гайк Вартанян был единственным на пленуме, кто голосовал против. Таким образом, ЧП в стране продлили еще на два месяца. Первый раз чрезвычайное положение было объявлено после начала вторжения России в Украину.